В нашей занятой жизни, в нашем образе жизни, в постоянной беготне, мы думаем, что убежим от смерти. Мы думаем, что избежим ее. Мы думаем, что скроемся от этой реальности. Прокрутите этот сценарий в своей голове, мои братья. Настанет время для вас уйти. Вы покидаете этот мир. Вы сидите на своем смертном адре. Разве вы будете думать о женщинах? Разве вы будете думать о машинах? Разве вы будете думать о домах? Разве вы будете думать о деньгах? О чем вы будете думать? Вы будете думать о себе, о своих делах. Что я сделал? Потому что если бы вы знали о реальности смерти, тогда клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, вы были бы лучшими мусульманами, какими только можно быть. Каждая душа вкусит смерть, и вы будете одним из двух. Одной из двух душ, либо благой душой, либо грешной душой. Она будет лежать в могиле, и придут два ангела, Мункар и Накир. Эти два ангела придут и будут спрашивать душу. Три вопроса. Очень и очень легкие для нас сейчас, но клянусь Аллахом, братья, это будет не язык, что заговорить в тот день. Это будет сердце, которое заговорит. Эти ангелы зададут три вопроса. Кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто тот человек, который был отправлен к вам? Кто наш Господь? Это Аллах, Пречистом Всевышний. Какова наша религия? Это Ислам. И кто тот человек, который был отправлен к нам? Это Мухаммад, мир ему и благословение. В тот день, братья мои, это будет не язык, что заговорит. Это будет сердце, которое заговорит. И когда эта прекрасная, послушная, чистая душа ответит успешно на эти три вопроса, его могила расширится настолько, насколько он может видеть, станет настолько просторной, что он может спать в ней. Она станет настолько уютной, очень, очень широкой, и откроется окно для него. И он начнет ощущать запах благоухания рая. Он увидит свое положение в раю. Он начнет делать дуа «О Аллах, приблизь этот день! Я хочу войти в рай!» Это для красивой, чистой, уверовавшей души. А для второго типа, грешной души. После ее попадания в могилу, два ангела Мункар и Накир придут к этой душе и зададут ей три вопроса. «И клянусь Аллахом, братья мои!» «Клянусь Аллахом, братья мои!» Это ваше сердце. Что будет отвечать на эти вопросы? Не ваш язык. Это ваше сердце, что будет отвечать на эти вопросы. Кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто тот человек, который был отправлен к тебе? Это неверующая душа. Это грешная душа. Душа, которая не подчинялась Аллаху при чистом Всевышней. Душа, которая ослушалась Аллаха при чистом Всевышней, не будет в состоянии ответить на эти вопросы. И что произойдет? Ангелы начнут забивать эту душу железным молотом 70 метров под землю. Его могила станет настолько тесной для него, настолько тесной, что он не сможет даже сдвинуться, и окно откроется для него. Это твое положение в адском огне. Знай это. Это твое. Для неуверовавшей души. Клянусь Аллахом, братья, каждый из нас вкусит смерть. И каждый из нас пройдет через этот процесс. Продолжение следует...